здравствуйте уважаемые зрители еще одна ручка пришла из китая еще одна копья монблан опять же это по заказ ну посмотрим что она из себя представляет пришла она ну соответственно конверте там с пупырками в итоге вот такой вариант такой чехольчик как бы кожаный и целлофанчик упаковка кто желает в этом магазине у этого продавца есть кстати подарочные коробочки можно заказать это столько плюс еще 200 рублей заказом и подарочная коробочка ваш вот такая вот белая ручка шла на 14 дней стоимость ее на то время было порядка 1200 рублей достаточно хорошего качества белый пластик скорее всего все детальки скобка наконечник тела ручки вроде бы металл потому что она такая тяжелая 35 грамм в общем туда и длина ее 13 с половиной сантиметров колпачок это ручки соответственно логотип монблан ну мы это понимаем что это копия на ободке кстати тут тоже выигрывала что это ванглан и джерми колпачок не на резьбе колпачок обычно выдергивается просто зажимом достаточно оригинальный сам по себе на держателе очень красивый узор выгравлены тут различные надписи красиво смотрится на перья как раз у стандартная гравировка 4810 иридиум германии перо 07 миллиметров скорее всего стальное хотя опять же нам производитель утверждает что это иридистое золото ручка очень красивая особенно для девушки белая такая чистая ручка при откручивании самой тела ручки вы тут видим стандартный конвертер на нем написано тоже монблан с логотипом это все естественно снимается можно ставить сюда одноразовые контейнеры я получил несколько комментариев которым слушатели хотят чтобы рассказал про истории ручек сегодня состоят как они работают над этим будем работать сигнал я получил услышал ответственно будем готовить материал теперь мы ее заправим попробуем написать я пачка наши знаменитые заправим синими чернилами не знаю почему то людям которые заказывали мне эту ручку нравится синие чернила ну как говорится на вкус и цвет сразу выполняется все должно смочиться и заполнится чернилами так чернила сразу закрываем люди меня спрашивали какими чернилами ты заправляешь ты заправляешь обычными чернилами синими хотя уже много раз слышал и читал что очень многое зависит от качества чернил и уже рассказывал в предыдущем предыдущем ролике о том что у меня тоже есть ручка которая засыхает долго долго ей не пишешь не пользуешься она засыхает хотя она не должна это делать для этого сделанный клопачок и там резьба и специальные внутренние устройства подачи чернил вот она засыхает говорят что это от качества чернил надо попробовать ее заправить дорогими чернилами кстати надо сделать опыт наверное мы в скором времени проделаем закажем хорошие чернила купим и попробуем как пишет ручка в чем отличие написания обычными чернилами нашими канцелярскими и каким-нибудь фирменными чернилами ну вот попробовали бы написать вы видели что перо вот здесь кстати жестковатое перо и вот я по толщинам попробовал если сильно давить и не сильно давить то вот различие очень небольшие это вот обратной стороной пера попробовала пишет она но все-таки бумагу цепляется немножко но я думаю что со временем пройдет за момент стирания пера а так довольно жестковатое пишет хорошо мне нравится уверенно без пропусков в общем ручка ничего качество хорошее изготовление отличная продавец адекватный можно так сказать поэтому рекомендую его ссылка будет в описании жду ваших комментариев предложений каких-то вопросов с удовольствием на них отвечу на этом все счастья вам до новых встреч а 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 Продолжение следует...